Здравствуйте! Мы начинаем урок по физике для 9 класса по теме «Первый закон Ньютона». Данный урок будет состоять из двух частей. В первой части мы познакомимся с теоретической частью данного занятия, и во второй части у нас будет практика по той же самой теме «Первый закон Ньютона». В ходе этого занятия с чем мы ознакомимся? Вначале мы выясним, как развивались представления о причинах равномерного прямолинейного движения. Затем мы сформулируем отличия для двух систем отчета, инерциальных и неинерциальных. И в конце занятия мы сформулируем первый закон Ньютона. Итак, начинаем. Начнем с рассмотрения того, как развивались взгляды на причины равномерного прямолинейного движения. Первый, кто сформулировал эти взгляды, был древнегреческий ученый Аристотель. Его бюст вы можете посмотреть здесь, на данном слайде. И, согласно взглядам Аристотеля, без внешних воздействий тело может только покоиться. Для движения с постоянной скоростью надо, чтобы на него непрерывно действовало другое тело. Заключение, наверное, с некоторой точки зрения выглядит даже логично. Действительно, мы в нашей жизни можем наблюдать, что чтобы тело двигалось, ну, наверное, кто-то его должен двигать. В связи с такой внешней логичностью заключения Аристотеля, его предположение считалось верным очень длительное время, около двух тысяч лет, и было оспорено только на рубеже XVI и XVII века итальянским ученым Галилео Галилея. Галилео Галилей провел эксперименты. В принципе, вы с Галилео Галилеем уже знакомы. Это именно тот ученый, который, допустим, проводил эксперименты, сбрасывая ядра с Пизанской башни. Так вот, Галилео Галилей провел экспериментом, при котором установил, что в случае отсутствия внешних воздействий тело может не только покоиться, но и двигаться прямолинейно и равномерно. Если же для этого нужно к телу прикладывать какую-то силу, чтобы тело двигалось прямолинейно и равномерно, это необходимо только для того, чтобы уравновесить те силы, которые препятствуют движению тела. Как правило, это сила трения. Давайте рассмотрим один из примеров таких экспериментов, который подтверждает, что при отсутствии каких-либо воздействий тело все-таки может двигаться прямолинейно и равномерно, а не только покоиться. Мы проведем эксперимент с движением тележки и будем все время уменьшать действующую на нее силу трения. Сначала проведем первый опыт, такой, что сила трения, действующая при движении тележки, будет большая. Понятно, что при этих условиях тележка очень быстро затормозит и далеко не уедет. Если мы уменьшим силу трения, как показано на рисунке пониже, понятно тоже, что тележка проедет гораздо дальше. Чем сильнее мы будем уменьшать силу трения, тем дальше будет ехать тележка и тем медленнее она будет тормозить. То есть при уменьшении силы трения движение тележки будет все более и более похоже на равномерное и прямолинейное. В идеале, если мы совсем ликвидируем силу трения, мы сможем наблюдать, что тележка не будет останавливаться, а будет двигаться прямолинейно и равномерно, хотя ее никто толкать не будет. Просто ей никто не будет мешать. Давайте рассмотрим, во всех ли системах отчета будет происходить такое движение. То есть на тележку не действуют никакие силы, а она совершает прямолинейное и равномерное движение. Давайте рассмотрим следующий пример. Следующий опыт. Имеется тележка с двумя шариками. При равномерном и прямолинейном движении тележки по столу шарики сохраняют свою скорость постоянной и относительно тележки, и относительно доски. Но если тележка притормозит, например, столкнувшись с каким-либо препятствием, что мы увидим? Скорость тележки относительно доски изменится, а вот скорость шариков какое-то время еще будет пытаться сохраниться неизменной. Какой мы сделаем вывод? Относительно тележки при столкновении скорость шариков меняется, а относительно доски после того же столкновения какое-то время скорость шариков еще сохраняется. То есть в разных системах отчета они ведут себя по-разному. И мы можем сформулировать очень важный вывод, что характер движения сильно зависит от того, в какой системе отчета мы это движение наблюдаем. С этой точки зрения можно выделить две принципиально разные системы отчета. Инерциальные и неинерциальные. Сформулируем, что это такое. Первое. Сформулируем проинерциальные системы отчета. Инерциальными мы будем называть такие системы отчета, в которых тело сохраняет свою скорость постоянной, как по модулю, так и по направлению, при отсутствии действия на них других тел, либо если действие других тел скомпенсировано. В противоположность первым существует неинерциальная система отчета. Что это такое? В этих системах отчета, если на тело отсутствует действие каких-либо других тел, либо если действия эти не скомпенсированы, тело все-таки может поменять свою скорость. В предыдущем примере система отчета, связанная с доской, по которой едет тележка, была инерциальная. Относительно нее шарики какое-то время сохраняли скорость, а система отчета, связанная с тележкой после ее столкновения, уже не была инерциальной, потому что там никаких новых сил на шариков не подействовало, а они поменяли свою скорость. Какие можно сформулировать свойства для инерциальных систем отчета? Если у нас есть какая-то система отчета, про которую мы знаем, что она инерциальная, мы всегда можем утверждать, что другая система отчета, которая движется с постоянной скоростью относительно инерциальной, также будет являться инерциальной. Если же другая система отчета относительно инерциальной движется с каким-то ускорением, то она будет являться неинерциальной. Все законы движения и взаимодействия тел, то есть все законы механика, которые мы в дальнейшем будем изучать в 9 классе, сформулированы именно для инерциальных систем отчета. Итак, перейдем к первому закону Ньютона. Первый закон Ньютона постулирует существование инерциальных систем отчета. Современная формулировка данного первого закона Ньютона вы сейчас можете видеть на данном экране. Кратко, смысл первого закона Ньютона можно передать так. Инерциальные системы отчета существуют. Если инерциальные системы отчета существуют, возникает вопрос, каким конкретно физическим телам их можно привязать, чтобы данные системы отчета были инерциальными. Вообще, наиболее удобная для нас система отчета, наверное, та, которая связана с Землей. Можно ли эту систему считать инерциальной или нельзя? Строго говоря, нет. Земля, система отчета, привязанная к Земле, не будет инерциальной. Но в зависимости от характера задачи и требуемой точности, все-таки инерциальная система условно можно считать и те, которые связаны с Землей. Для большинства задач школьного курса физики систему отчета, связанную с Землей, мы будем считать инерциальной. По итогам данного занятия предполагается, что вы сможете самостоятельно ответить на ряд вопросов, которые представлены на данном слайде. То есть рассказать о различиях во взглядах Аристотеля и Галилео Галилея на условия прямолинейно-равномерного движения, объяснить, как движется тело, если на него не действуют другие тела, объяснить, чем отличаются инерциальные системы отчета от неинерциальных и сформулировать первый закон Ньютона. Также я напоминаю, что сейчас мы рассмотрели первую часть урока по первому закону Ньютона. Этот урок был посвящен теоретической составляющей данной темы. И во второй части данного урока мы рассмотрим практические задачи, которые можно прорешать по теме первый закон Ньютона. На этом первая часть урока закончена. До свидания.